МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моя фамилия Белов. Следствие Федеральной службы безопасности. Ва-банк! В шаг и мат. Это из-за тебя я здесь. Я тебя поймаю и предкончу. Слово даю. Наши предложения по поводу клубов. Забирайте. Я не был, чтобы переть на вилы. Но это беспредел. Надеюсь, вы понимаете. Отпустите меня. Что вы делаете? Я буду кричать. У меня есть дочь. Маленькая девочка, она еще в школу ходит. Сегодня Смолин пришел к ней. Вывал к ее из класса, затащил в туалет, приставил к ее голове заряженный пистолет и угрожал убить. Мои слова передашь отцу. Если он не откажется от ведения этого дела, то я начну планомерно и методично уничтожать того из его окружения, до кого смогу дотянуться. Откажись, Белов. Я не отступлюсь до тех пор, пока этот убылюдок не окажется либо за решеткой, либо в гробу. Ты ее отец. И я требую, чтобы ты был с ней рядом. Хорошо, я приеду. Игры в добро и зло Вечный как мир, где проходит души и зло И нужно решать, кем быть и к чему стремиться В мире, забывшем стыдь, где-то живет Такой же, как ты, к цели спеша Он не может остановиться Время пришло, теперь выбирай Белое, черное, а ты ли рай Прочь убежать или в битву связаться смело Страшно, когда стоишь у черты А за чертою такой же, как ты Только с огнем глаза Его выбор сделал Только хороший слон может быть пожертвован Плохой может быть только проигран Юрий Разуваев, Гроссмейстер Ты че? Как нам охренели? Лежи молча, сука Иначе Что иначе? Слушай, она симпатичная Может, трахнем заодно? Не, я пас Как хочешь Не надо Что не надо-то? Лучше не надо Заткнись, дура Постой там пока Хорошо Я здесь недолго Эй, урод! Отвали от нее! Оглох, что ли? Я все понял Свалили! Быстро! Я понял Пошли, пошли Ты в порядке? Тема Ну, просыпайся Ну, просыпайся Не хочу Ты помнишь, что ты мне сегодня обещал? Целый день побыть со мной Ты помнишь? Помню, помню, да Значит, я все продумала, пока ты дрых Смотри Да Сначала мы с тобой пробежимся по магазинам Да Очень быстро, я обещаю Потом пообедаем где-нибудь Зайдем в кино Господи, я сто лет не была в кино А потом мы с тобой Тема Тема, я с кем разговариваю вообще? Подожди секундочку Дай пульт В данных агентствах В 8.15 утра В одной из торговых палаток на рынке Сработало самодельное безоболочное взрывное устройство Какова была мощность взрыва? Мощность взрывного устройства сейчас устанавливается Но судя по характеру разрушения Она была не очень большой Примерно 300 грамм в тротиловом эквиваленте И какая официальная версия произошедшего? Основная версия это теракт По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье терроризм Сейчас ведется оперативная работа По установлению исполнителей и заказчиков данного преступления Так, нет, нет никаких звонков Я ничего не хочу слышать У тебя сегодня выходной Тема нет Тема Подожди, это важно Тихо Да, товарищ майор Доброе утро Не очень-то оно доброе Про рынок слышал Только что по телевизору Установили кто? Да, кинхеды В разработке у нас были Совсем отмороженные У них там целая боевая ячейка Это наш промах Агентура поздно сообщила Так бы, так отвратили взрыв Вот, собираем группу на мероприятие А оперов не хватает Придется к тебе подключиться Андрей Сергеевич, ну У меня же сегодня выходной Я отгул взял специально Потом отгуляешь Ты работал с подобными делами И в курсе всех нюансов Так что давай подтягивайся Что? Есть Надо ехать Даш, ну не надо так расстраиваться Ну пожалуйста Я вернусь, как освобожусь И куда-нибудь сходим Не надо меня трогать Видеть тебя не могу Два года назад из Таиланда В зоопарке ее включили в программу По разведению слонов И вот наконец слониха Обрела долгожданное потомство А теперь возвращаемся К главной новости дня Взрыва у станции метро Пражская По предварительным данным Правоохранительных органов В 8.15 утра В одной из торговых палатах На рынке сработала Не понял А что рожи хмурые Эй, вы чего? Все же получилось Что получилось? Ты говорил Заряд слабый Никто не пострадает Говорил И что теперь? Ты этих обезьян пожалела? Ты что, дебил? Ты слышал Там минимум трое русских было И ребенок еще Значит, не повезло Нехрена На Хачковский рынок соваться Зато теперь остальные Че... Что раз подумают Прежде чем сюда ехать Топор В натуре это перебор Да если б я знал бы Говори Если б ты знал Тогда что, на? Ну, говори, что? Не подписался бы За тебя теперь нам всем крать Все, хватит Расход Лохи Лохи, вонючие Вы хуже Ненавижу вас всех Валите все отсюда Вы роды Конченые Да отпусти ты меня ДИНАМИЧЕСКИ Дамы и драй Стоять! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тема, ты жив? СМЕХ Да вроде. Вот сучонок, а! На пару сантиметров выше я бы уже не дышал. Повезло. Не то слово. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сводку подготовим. Есть. Вперед пошли. Сергей Петрович, нам нужны допросные на каждого из задержанных. Да не вопрос, организован. Митрохин. Я. Ключи от допросной возьми и проводи ребят. Быстро. Есть, товарищ майор. Спасибо. Для вас всегда, пожалуйста. Если что-то еще нужно, обращайтесь. Хорошо. Извините, что я вас перебиваю. Товарищ майор, можно на минутку? Конечно. Слушай, Кость, дай я эту девку сам допрошу. Ну, валяй. Че, приглянулась? Приглянулась. Это не в том смысле, о котором ты и подумал. Ну, ну. Девчонку, введи восьмой кабинет. Хорошо. Пошли. Этого давай в камеру. Нормально, все чисто прошло. Держи, шестнадцатый. Без проблем. Давай его двадцать четверых минут. У нас тут никакого не было, начальство не поезжало. Да нет, подожди. Я оперуполномоченный ФСБ капитан Климов. Я думаю, тебе не надо объяснять, почему ты здесь. Давно с этими отморозками тусуешься? Я не считала. Несколько месяцев. Как ты с ними познакомилась? Кто тебя в эту компанию привел? Топор. Топор. Я с ним, типа, встречалась тогда. Топор, это который в меня стрелял? Он жив? Жив, жив. Хотя в его случае лучше было бы сдохнуть. Из тюрьмы он теперь выйдет только к старости. Если повезет, конечно. Вот смотрю я на тебя, Кира Владимировна, и думаю, что же ты такая симпатичная, с хорошим образованием, с этими дебилами делала. Меня несколько раз грабили. Один раз так отпинали, что месяц в больничке провалялась. Надоело. Отомстить хотела. Как отомстить? Взорвать? Я не взрывала. Ну, знаю. Зато ты детонатор изготовила с таймером. А потом в этой компании ты единственная с высшим техническим образованием. И для суда это будет вполне достаточно. Так что влипла ты, Кира Владимировна, конкретно. Я не виновата. Я клянусь. Топор сказал, что никто не пострадает. Просто напугать хотели. Если бы я знала. Я тебе верю. Что теперь со мной будет? Не знаю. Пока не решил. Это вы решаете. Может и я. Мне жаль, Кира, что ты оказался в такой ситуации. Очень жаль. Ты готова ее исправить? Ну, конечно. Это возможно? Зависит от тебя. Я тебе помогу. Если ты поможешь мне. Я сейчас не о деньгах или о чем-то другом. Чем я могу помочь? Сиди здесь. Я сейчас приду. Сержант! Нет, Артем. Ни в коем случае, слышишь? Я все понимаю, но мы не можем больше рисковать людьми. Смолин и так уже многих отправил в этот свет. Так что забудь об этом. Все. Все я сказал. Ладно, я все понял. Есть. Ну все, дорогу найдете. Счастливо. Удачи вам. Спасибо вам, товарищ. Счастливо. Пока. Слушай, Костя, есть разговор. Мне эта девка нужна. Можно ее как-то отмазать, а? Зачем она тебе? Для дела одного. Выручи, а? Не получится, Тема. На ней статья нешуточная висит. Да не могу я. Да хорош тебе. Ты же сам понимаешь, она случайно в этот замес попала. Она левая в этой компании. Ну бывает, с человеком запутался. Она тебе что, в душу запала? Да не в этом дело. Слушай, Тема, давай выкладывай все как есть, иначе не договоримся. Короче, ты в курсе, чем мы с Беловым занимаемся? Ну, представляю. Мне агента зарезу нужен. А она на сто процентов подходит. Может, удастся нашего злодея взять? Помоги. Ладно, я понял. Лично мне она не нужна, забирай. Но протокол задержания будешь сам чистить. Спасибо. Я у тебя в долгу. А это точно. Паше Белову привет от меня передавай. Да, конечно. Обязательно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит так, Кира Владимировна, я даю тебе реальный шанс искупить свою вину и остаться на свободе. Все ясно? Это что, типа сделки со следствием? Нет. Со следаком я сам договорюсь. Мы под развалим дело. Я подчищу все материалы. Сделаем так, что ты там вообще не фигурировала. Чтоб ты знала, ради тебя я иду на должностное преступление. А взамен ты поможешь мне найти одного человека. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я все поняла. Спасибо вам. Да можно, но ты. Меня, кстати, Артем зовут. Да и запомни. Если ты попробуешь меня обмануть или свалить куда-нибудь, мигом вернешься к своим бритым дружкам. И я уж постараюсь, чтоб тебе вынесли приговор как можно более суровый. Все ясно? Ясно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юля! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юля, ты здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я так больше не могу. Прости. Не беспокойся. У меня все будет хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Хорошо запомни это лицо. Симпатичные. А кто это? Его зовут Алексей Смолин. Жестокий убийца и грабитель. Чрезвычайно опасный. Шутишь? Нисколько. Ну, спасибо. И как я его буду искать? У него есть знакомая. Очень близкая знакомая. Зовут Вероника. Вот с ней тебе и придется иметь дело. Женщина его, что ли? Да. Во-первых, тебе предстоит узнать, продолжают ли они контактировать до сих пор. Во-вторых, ты поможешь мне поймать его? Или хотя бы установить его местонахождение? Как только это случится, ты получишь абсолютную свободу и навсегда забудешь про взрыв и все остальное. Остальное. Что-то как-то стремно. А если он меня... Не волнуйся. За Никой ведется круглосуточное наблюдение. Так что ты будешь в безопасности. За тобой тоже будут присматривать. Значит, я буду... Как это у вас называется? Внедренный агент? Да. Ты можешь, конечно, отказаться, но тогда я потеряю к тебе интерес. Понимаешь, о чем я. Отлично. Почувствуешь явную угрозу, сразу звони мне. Я вбил свой номер тебе в мобильник под именем дяди Игорь для конспирации. И еще... Как-нибудь... Поменяй свой имидж. Приоденься тому... Макияж. Ладно. Я поняла. Не волнуйся. И этот ты называешь небольшим ремонтом? Ну, мне так управляющий сказал. Мол, этот клуб пока еще не работает. Или хочешь? Поехали ко мне. Бывшие владельцы ремонт затеяли, но не закончили. Я же, да я сам не знал, что здесь такое происходит. Вот управляющий, можешь сам у него спросить. Я не буду никого ни о чем спрашивать, Витя. Это твоя задача, это твоя. Клуб закрыт, а он должен приносить мне деньги. Ты свой бизнес... Я тебе не позволю... Позови этого придурка и выясни, в чем дело. Я думаю, часов в семь закончу. А может и раньше. Эй, иди-ка сюда. Ладно, я перезвоню. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Слава, что происходит? В чем дело? Почему клуб не работает? Потому что мы делаем ремонт, Виктор Андреевич. Вы же видите, мы так стараемся. Стараетесь? Ты у меня сейчас сам возьмешь валик и пойдешь стены красить, чтобы через три дня клуб возобновил работу, ясно? Боюсь, это невозможно. А это же твои проблемы, Слава. Если через три дня клуб не начнет работать простым увольнением, ты у меня не отделаешься. Не понял. В каком смысле? Один из ваших бывших владельцев тоже ничего не понимал. Но мы все объяснили. Через три дня будем работать. Обещаю. Вот она. Вы все помните? Да не беспокойтесь, пресс о нем как надо. Смотреть не перестарайтесь. Пошли. Волнуешься? Есть немного. Можешь не жалеть этих типов. Я их иногда использую для подобных заданий. Разрешаю даже пальнуть в них разок. Главное, чтобы все выглядело натурально. Давай, пора. Удачи. И помни, если что, я рядом. Ты как? Цела? Бродовая мячка зла. У тебя губа разбита. Не знаю. Хочешь, я ментов увезу? Не, не надо. Спасибо, ты и так уже достаточно сделала. Спасибо тебе огромное. Просто у меня похоже было. Не смогла мимо пройти. А ты далеко живешь? Давай я тебя доведу. Да нет, я... На, спасибо. Слушай, а... Давай выпьем, а? Есть. Давай. Пойдем. Что, гайцов будем вызывать? Или так разберемся, а? Так разберемся. Так разберемся. Ха-ха-ха-ха, красавчик. Что, Лех, я смотрю, у вас тут прям семейная идиллия. Я и не думал, что ты можешь быть таким заботливым папашей. Можно подумать, что ты меня всегда видишь с ожерельем из ушей и с пушкой. Ну, че? Привет, любимая. Что, когда? Да хрен с ним, с кошельком. Сама как? Губу разбили. Синяк по-любому будет. Леш, я так больше не могу, слышишь? Ну, что за фигня с нами происходит? Ну, не жизнь, а боевик какой-то. Я не могу постоянно под этим прессом, понимаешь, находиться. Мне сложно. Я Пашку, сына своего, хочу видеть. Я тебя хочу видеть. Не беспокойся, все будет хорошо. Завтра. Завтра обязательно увидимся. Да каким образом? За мной следят постоянно. Я нашел способ на некоторое время решить эту проблему. Хорошо, мне уже все равно. Мне главное вас увидеть. А завтра? Пока. Давай еще выпьем. Трясет прям все. Парень твой. Ну, типа того. Слушай, а ты смелая. Если бы я в такой ситуации оказалась, то не уверена, что так бы поступила, как ты. Все-таки их двое было. Да какая я смелая? Просто увидела, как он навалился на тебя. И решила, будь что будет. Ну что, за знакомство? За знакомство. Спасибо тебе большое. Не знаю, где бы я сейчас была, если не ты. Да не за что. Спишь, что ли? Что-то отключился. Никто не приходил, пока вы сидели? Никто не приходил. Сидели, общались. Вообще отпускать меня не хотела. Я же жизнь спасла ей. Хорошо, хорошо. Ну что там, рассказывай, рассказывай. С виду нормальная девчонка. И не скажешь, что с отморозками тусуется. В этом мы с ней похожи. Значит, ты ей приглянулась. Не то слово. Завтра договорились встретиться. Вроде как отблагодарить хочет. А, еще. Она какому-то Леше звонила. Жаловалась. Леша. Ты уверена? Ну, конечно. Несколько раз его так называла. Значит, мы на верном пути. Она о нем что-нибудь рассказывала? Несколько раз пыталась. Все без толку. Сползайте с темы. А, ладно. Потом выведаешь. Ну, только смотри. Особо не заостряй на нем внимания, чтобы она ничего не заподозрила. Что я дура, по-твоему? Просто я спросила, чем он занимается. Сказала, коммерс. Бизнес у него какой-то. Азарова вышла. Всем приготовиться. Поехали за мной. Привет. Привет. Игорь, а это кто? Что происходит? А тебе что, Леха ничего не объяснил? Да нет, он сказал, подойди к дороге, лови тачку, ты сам подъедешь. Понятно. Короче, это Ира. Она поможет нам избавиться от слежки. Только сперва поменяйтесь одеждой. Да, кстати, есть чем шрам нарисовать? Есть. Верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, приехала! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брат, ты гений. Эти псы даже ничего не чухнули. Ты уверен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сто пудов. Мы перед тем, как сюда приехать, покатались немного с Никой. Никого за нами не было. Я же говорил, что нас никто никогда не разлучит. Как ты? Все хорошо. Пошли. Ах. Дежолый? Ах, вырос. Соскучилась так по вам. Я тоже. На самом деле, то, что я вчера пережила, это, конечно, ужас. Если бы не эта девчонка... Девчонка? Какая девчонка? Кира. Хорошая девчонка. Она, представляешь, наставила ему газовый пистолет, прям в лицо выстрелила. Одному из этих уродов. Жалко, что не из боевого стрелял. Действительно. Очень хорошая девчонка. Мы с ней всю ночь поболтали. У нее, оказывается, с ментами тоже проблемы были. Чего, проститутка, что ли? Гарик. Нет, она технария. Она с этим, там, взрывчатки делает эти... Детонаторы. Да, детонаторы. О, полезная девчонка, лео, в нашем деле. Может, привлечем ее, а? Хорошая технария никогда не помешает. Может, и привлечем, если будет такая необходимость. Привет. Прости за опоздание. Давно ждешь? Да нет, я сама только что пришла. Это тебе. Ник, зачем? Не надо было. Да ладно, все мелочи. Ты мне лучше скажи, что у тебя с работой. Я хочу сделать для тебя что-то хорошее. Ты хочешь дать мне работу? Лично я нет, но... Помнишь, ты рассказывала, чем раньше занималась? Так вот, твои способности могут пригодиться одному моему знакомому. Я могу с ним поговорить, если ты, конечно, не против. Нет, конечно, нет. Ну и отлично, договорились. Ну и отлично, договорились. Тогда допивай кофе и поехали. Куда? Один хороший салон красоты. Составишь мне компанию? В этом торговом центре Азарова провела весь день с утра до позднего вечера. Часов в десять вечера вышла, поймала тачку и уехала домой. Все. Ты уверен, что я ни с кем не встречалась? Артем, мы глаз с ней не спускали, точно тебе говорю. Все магазины прошла, в итоге купила только одну кофточку. Прямо как моя жена. Видимо, все бабы такие. Странно. Что странно? Ничего. Продолжайте наблюдение, докладывайте о каждом ее шаге. Есть. Ты что здесь делаешь? Что-то случилось? Случилось. Ты встречалась сегодня с Никой? Ну да. Во сколько? В три часа дня. Почему ты спрашиваешь? Потому что я тебе не верю. Вот это фото сделали мои люди. Они весь день следили за Азаровой, а она весь день прошлялась по магазинам, и тебя с ней не было. Ты что, дурить меня вздумала? Да нет. Я уверяю тебя. Она мне даже подарок подарила. На, посмотри. Как ты думаешь, кому я поверю? Тебе или своим людям? Да верь ты кому хочешь. Мы с ней были в салоне красоты на Маяковке. Хочешь, там спроси. Они подтвердят. Да я тебе клянусь. И одета она была совсем по-другому. Этого не может быть. Только если... Твои люди следили за кем-то другим. Ну все, до вечера. Давай, я позвоню, как обратно соберемся. Здравствуйте, девушка. Федеральная служба безопасности. Черт. А в чем, собственно говоря, дело? Снимите очки. Пойдемте. Мы все правильно делали. Я сам не знаю, как так получилось. Они как-то узнали. Как? Меня это больше всего интересует. Как они могли узнать? Да хрен его знает как. Спецов каких-то подключили. Медиумов, может быть. Ага. Тут уж точно без черной магии не обошлось. Ну ты приколи, с Гарик. Ну я не знаю, как еще. Ну Иру от Ники не отличить было. Ну очки темные напяли. Вообще одно лицо. Им кто-то подсказал. Других вариантов нет. Гарик, позови Нику. Еще раз спрашиваю, кто тебя нанял? Он? Никто меня не нанимал. Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Что я вообще такого сделала? Ты помогла жестокому убийце. Продолжаешь помогать ему сейчас. Бесполезно? Угу. Знает, что предъявить ей нечего. Вот и отпирается. Что с ним будем делать? Да ничего, отпустим. Установи за ненаблюдение. Телефон на прослушку. Хотя вряд ли это что-нибудь даст. Да, кстати, как ты догадался, что это не Азарова? Пригляделся просто хорошенько. Они, конечно, похожи, но не близнецы. Молодец. Глаз у тебя что надо. Привет. Привет. Какие новости? Ника час назад звонила. Ее парень хочет со мной встретиться. У него для меня есть какая-то работа. Что за работа? Точно не знаю. Сказала, что это связано с взрывными устройствами. Сказала все подробности при встрече. Где и когда будет встреча? Договорились на восемь. На студенном проезде. Там какой-то ресторан. Я знаю, где это. Кира, ты просто умница. Ты не представляешь, как долго я этого желал. Да и не только я. Так значит, сегодня все закончится? О, какие люди. Приветствую. Здорово, Костя. Как жизнь? Ну, трудимся помаленьку. Вот. Ты как, не закрыл еще своего злодея? Нет, пока ищем. Ясно. Ну, надеюсь, новая агентура не подведет. Ты о чем? Какая еще агентура? Ну, как же. Девчонка эта скинхедка. Чего? А ты что, не в курсе? Тема взяла у меня эту, подследственную. Сказала, что нужна тебе для внедрения. А, да-да, работаем. Ты извини, я опаздываю. Давай потом поболтаем. Ладуй. Ладуй. Давайте, мужики. Времени мало. Вышли все отсюда. В чем дело, товарищ полковник? Ты кем себя возомнил? Я спрашиваю, кем ты себя возомнил? Кто тебе дал право внедрять агента без моего ведома? Я никого не внедрял? Не прикидывайся, я все знаю. Я же запретил тебе использовать эту девочку. Был разговор? Был. Ну? Я сам так решил. Сам? Ты что, тупой? Ты что, забыл, с кем мы имеем дело? Ему опытных агентов подсаживать нельзя! А ты эту девочку к нему отправил! Ему же в пасть прямо положил, считай! Ему проглотить только ее осталось! Я не тупой. Если бы не Кира, мы бы до сих пор следили за этой ряженой. Выводи ее из игры немедленно. Слышишь, иначе Смолин сам ее выведет! Не успеет. Это еще почему? Она с ним встречается сейчас. И я знаю, где ее там. Ребята из наружки уже там. Отзови ее. Прямо сейчас это приказ. Поздно. Она уже в пути. Разрешите идти? Кира, привет! Садись, а ты замерзнешь. Познакомься, это Игорь. Очень приятно. Ник, а мы же вроде в ресторане договорились встретиться. Планы слегка изменились. А куда мы едем? Мы едем в другое место. Япы. Прикольный ресторан. Тебе понравилось. Ну что там? Нет там никого. Не Смолин, не этой девки. Во сколько у них назначена встреча? Восемь. Ты точно везде посмотрел? Набери ее. Узнай в чем дело. Ну же. Возьми трубку. Кира, у тебя телефон звонит. Ну достал, козел. Кто? Да бывший. Нажрется, начинает звонить. Задрал. Здравствуй, Кира. Алексей меня зовут. Здравствуй. Мне Ника про тебя много хорошего рассказывала. Говорил, ты в подрывном деле неплохо разбираешься. Ну, в общем, неплохо. Что конкретно вам нужно? Давай сначала выпьем, а потом поговорим о деле. Горик, налей. Ник, здесь туалет. Прямо налево. Я вас оставлю ненадолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, круглый. Ох, ты был прав. Я уже две машины начинал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Фэбоса. Стопудово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, еще одна тачка подъехала. Я понял тебя. Сворачивайся и вали оттуда. Все, уже валю. Черт, черт, черт твою мать. Черт, черт. Не работает? Толстые стены. Сигнал не проходит. Пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. Ах! 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 Кто тебя послал, Белов? Ах! Ах! Белов! Артем! Его звали Артем! Ах! 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 Ах!